Видеть жизнь в чёрном цвете, когда вокруг столько ярких красок. Индивидуальный мир каждого из них – темнота. Сегодня Международный день слепых. Таким людям не просто адаптироваться в обществе, но есть поддержка. Карачао-Черкесия – это Всероссийское общество слепых. Как оно работает в условиях пандемии и о людях, которые работают на ощупь, расскажет Альбина Ламкова. Республиканское Всероссийское общество слепых образовано 85 лет назад. Его основная цель – защита прав и интересов незрячих. Их социальная поддержка и реабилитация. Вначале общество было создано на базе учебно-производственных мастерских. Сейчас это уже предприятие «Кавказ Пакет». Его основная деятельность – выпуск пищевой плёнки и различные переключатели. На нём работают 32 человека, из них 19 инвалидов по зрению. В будущем планируют расширить производство, но для этого, как всегда, не хватает средств. Константин Горькавский работает с 1988 года. Он инвалид с детства. Производство наполовину автоматизировано, признаётся он. Контроль за размером, толщиной. Главное – вовремя насыпать материал в бункер, чтобы конечный продукт не вышел с браком. И это основная обязанность Константина. Тяжело, да, потому что зрение очень слабое. И много нюансов, которые нужно бы в зрении. Но у меня есть напарник, который более-менее видит нормально. И мы, как говорится, дополняем друг друга. Этот год для жителей всего мира стал особенным. И, безусловно, непростой он и для Всероссийского общества слепых. Жизнь людей, состоящих в этой организации, и так не балует. Им сложнее, чем всем остальным. Инвалиды по зрению нуждаются в помощи. Как в домашних делах, так и в доставке продуктов. Если подобную услугу и оказывают, то разовое, подчеркнул председатель Республиканского Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. К сожалению, все это разовое, потому что благотворители фонда, когда у нас был карантин, мы привлекали благотворительные фонды. Ну, раз человеку привезли, и все. А здесь нужна постоянная поддержка. Взяли на себя эту ношу. Хотя бы одного человека в районе, допустим, в населенном пункте закрепить за инвалидами по зрению, чтобы они могли их навещать. Проблем-то очень много. У кого-то отопление потекло, у кого-то вода. В нашей республике инвалидов по зрению около трех тысяч. Из них 300 детей. Школьники учатся в коррекционной образовательном учреждении Кисловодска. Когда всех перевели на дистанционное обучение, пришлось еще решать вопрос с обеспечением их планшетами. Надо отметить, отдать должное, что Министерство труда нам помогло. Вот фонд «Моя, Карачаева, Черкесия» благотворительный. Они плееры, флеш-плееры мы раздали сейчас по республике. К сожалению, это единичные случаи, потому что сейчас всем достаточно сложно. Есть проблемы у нас сейчас по оборудованию помещения в Карачаевске. Решили вопрос с муниципальным образованием. Там выделили 42 квадрата. Сейчас большой вопрос у нас стоит по муниципальному образованию Зеленчукского района. Переживания есть и по поводу длительной паузы в общественной жизни. Из-за пандемии многие планы пришлось приостановить. Традиционно члены ВОЗ принимали участие в различных массовых мероприятиях. В этот день был праздничный концерт. Отличившихся награждали за успехи в труде, спорте и творчестве. Этой осенью провели только месячник «Белая трость». К нему приурочили спортивные соревнования с учетом санитарных требований. Итоги были неплохие. В организации рассказали о том, что вынужденным затишьем удалось воспользоваться. Сделали косметический ремонт актового зала. Проводится работа и творческих кружков. Мы не подозреваем, с какими трудностями сталкиваются незрячие люди. Они воспринимают мир совершенно иначе. Отсутствие зрения – это одни проблемы, поскольку практически весь мир приспособлен для зрячих. Оказать им помощь может любой из нас. Просто перевезти через дорогу или же проявить внимание при покупке в магазине. Согласитесь, это совсем не сложно. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаева. Черкесия.